Женя, а зачем мы это делаем? Я понял, Вика, почему мы с тобой никого поймать не можем. Почему? А потому что эта машина привлекает внимание. Эти надписи, эта мигалка. Преступники видят нас издалека и успевают скрыться. Так что будем работать под прикрытием. Отныне мы больше не полицейские. Мы продавцы овощей. Продавцы овощей? Они внимания не привлекают. И мы будем спокойно наблюдать за происходящим в этом районе. Свежие овощи. Недорого. Свежие овощи. А ну открывай. Открывай дверь, я тебе говорю. Вы что тут устроили? Я вашу маму и там, и тут по телевизору показывал. Вы что тут устроили? Это что такое? Какие свежие овощи? Свежие овощи. Что такое? Что, продали уже все? Мы не продали. Я не знаю, кто-то кого сделает. Приходи, я тебе сказал. Приходи, я тебе сказал. Отойдите, пожалуйста, от машины. Мы полицейские. Из полиции? Да. Тогда я из прокуратуры. Из генеральной. До этой точки торговал я 20 лет. До меня мой отец до то торговал. Перед ним мой дед Ризо. Перед ним мой прадед Тамара. А теперь ты тут приезжаешь, выкладываешь свой баклажан, и я не знаю, что ты там продал. Мы правда полицейские. Вот жетончик, смотрите. Я сейчас тебе этот щитончик, знаешь, куда вставлю. Пошел-ка. Отпустите. Так, ну-ка, быстро. Всю вашу дневную выручку сюда мне понадобится. Какую выручку? Мы ничего не продали. Что значит ничего? Э, ты место занимал? Табличку ты ставил? Ставил. Деньги давай, быстро сюда. Иначе я с тобой сейчас не знаю, что сделаю. Я себя знаю. Деньги, деньги дай. Все деньги. Не страшно, я так должен. По три секунды уже шту. Деньги, пожалуйста. Я больше нету. Больше нет. Чтоб я вас здесь больше не видел. Уред. Зашибись план. Работаем под прикрытием. Как теперь до зарплаты дожить? Штирлиц, блин. Ну, там ничего серьезного. Бомж с собакой не поделили крабовую палочку. Да, все. Во-первых, не менты, а копы. Шо у вас опять переименовывая, да? Новая реформа, да? Очень смешно, Кабанов. Нет, это какой-то хулиган сделал. Ну, я думаю, не какой-то, а профессионал, потому что сработано чисто. Комар носа не подточит. Такого фиг поймаешь. Да? Ну, почему же? Кое-что о нем все-таки известно. Как известно? Тут же чисто сработано, никаких отпечатков и орудия преступления отсюда не видно. Ну, вот смотри, судя по наклонам почерка, человек левша. А-а-а, ну-ну. Почерк неровный. Да. А, значит, рука была явно травмирована. Резонно. Угу. Типичная ошибка в слове указывает на то, что человек был необразован. Весьма занимательное наблюдение, юноша. А не соблаговолители продолжить. Судя по расположению надписи, рост злоумышленника был 165-180 сантиметров. Фух, что-то ноги гудят прямо. И, кроме того, доподлинно известно, что злоумышленник был в кроссовках, в спортивных штанах с тремя белыми полосками и с толстой золотой цепью. Ты ничего не докажешь, начальник. Как ты вообще это узнал? Мне по рации сообщили, люди видели этого злоумышленника вот из этого дома. Так что, Кабанов, поздравляю. Добро пожаловать. Стопэ. Имею право на один телефонный звонок. Имеешь. Алло, борзый. Ну-ка, подскочи к этому, к парку, к Кабанчикам. Ага. Давай. Сейчас. Пять сек. Здорово. Вот он, подозреваемый. 180 сантиметров. Кроссовки. Три полоски. На штанах. Золотая цепь. Забирайте его. Внешнего сходства маловато. Так он же этот, безграмотный? Борзый, скажи, как козлы пишутся. Через О. А-а-а-а-а! О, слышите? Через А. Безграмотный. А это... А рука? Рука. Слобана. Левая. Так что поздравляю с раскрытием. Будут примировать. Вы, как бы, звоните. Отпраздную. Счастливо оставаться. Кабана! Кабан! Рекс, ищи. Рекс, нюхай, бери след. Рекс. Мы уже полчаса не можем взять след. Рекс, ну нюхай уже. Рекс, найди нам этого преступника, а? М? Рекс. Офигеть. Если это самая умная собака в отделении, я боюсь представить, какая тогда самая глупая. Слушай, может ему показать надо, что мы от него хотим, а? На, показывай. Рекс. 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 Слушай, он, по-моему, тебя не понимает. Попробуй на собачьем ему объяснить. А, да? Ага. Рекс. Рекс. Дилетанты понабирали в новую полицию. Черт знает кого. Нормальные люди. Переатестацию пройти не могут. Вы что, знаете, что с ним делать? Ну, конечно. Это же милицейская собака, а не полицейская. Есть полтинник? Ну, давай, 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 полтинник. Пожалуйста. Ну, Рексик, ты у нас и за двадцатку же хорошо работал. Так что вперед, погнали, погнали, давай, давай, молодец. Это красавчик. Че стоите, догоняйте, давайте. Рекс всегда свои бабки отрабатывает. Рекс, стой, фу, отдай деньги, фу. Фу, идиот, а? На троих. Ха-ха, круто. Так, и кто тут у нас? Кабан и борзый. Что стоим? Злоумышляем, граждане, ассоциальные алименты. Какие мы тебе менты? Ничего мы не злоумышляем, стоим на небо любуемся. Угу. Значит, вчера вы любовались на иномарку, позже вчера на сотовый телефон, а сегодня я любуюсь на это все в сводках. Так? Да не боись, не сопрем мы твое небо. Ха-ха, не гони, начальник, у нас даже стремянки нет. А, стремянки. Да, значит, вы просто стоите и смотрите на небо, да? Привычка, так сказать, выработанная годами. У тебя за 10 лет, а у тебя, если не ошибаюсь, за 3. Слышь, начальник, ты что, кроме сводок своих вообще ничего не читаешь? Сегодня же солнечное затмение. Такое событие бывает раз в 300 тысяч миллиардов лет. Солнечное затмение? А почему же солнце видно тогда, а? Так, ясен пень, чего? Затмение видно только через копченое стекло. Ага, а через вареную пластмассу его не видно? А ты что, начальник, это же во всех книгах по астрономии написано, которые вы в СИЗО зайкам читать раздаете. Выходит, мы сидим и умнеем, а вы сторожите и тупеете. Слышь, Кабан, ты это, говори, говори, да не заговаривайся. Заговаривайте, изучал я астрономию, я просто вас проверял, правда ли вы эти книжки читаете, а не просто их на самокрутки берете. Ладно, давай свое стекло сюда, давай. Да сейчас, разбежался, аж пенжак завернулся. 500. Сколько это грабеж? Слушай, грабеж, начальник, это у честных граждан, типа нас, которые свое уже отсидели, отбирать их личные стекла на халяву. Вот именно. Нет бабок, нет затмения. Ладно. На. Давай покажу, как пользоваться. Так становишься, смотришь. Самая красота будет, когда солнышко сядет. Оно, кстати, за УВД садится. Ну, куда все садятся. На, смотри, дубуйся. Э, подожди, солнце видно. Ты это, один глаз плотно закрой, а второму дай попривыкнуть. Сейчас будет затмение. Да блин, фигня какая. Возвращайте мои 500 гривен. Ну, сволочи, а. Поймай, будете у меня сидеть, пока всю библиотеку не прочитаете. От корки до корки. Астрономы, блин. Гады, беспредел, в караул. Добрый вечер. Здравствуйте, вы полицию вызывали? Я вызывал, а контролировать все вы должны были сами. Что случилось, дедушка? Не перебивай меня, мальчик. Случилось. Довели страну. Вы нас по этому поводу вызвали? Не перебивай, хабару. Садись. Сейчас все расскажу. И ты садись, мальчик. Наши баруси с ними давно. Ох, они мне крошки попили. Ох, много, 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 много. Дедушка, дедушка. Менты. Тихо, тихо, дедушка. Это вы полицию вызвали. А, я? Да. А что я? А, вспомнил. В парке орудует банда. Очень, очень, очень сильная и очень злостная. Вы пострадали от нее? Если б только я. Многие, многие страдают. Но все боятся вам звонить и рассказывать. А я не боюсь. Я не боюсь. А сколько всего человек пострадало? Ну, по моим подшотам, жертв человек десять. И это только за сегодня. Ого. Ага. А как действует эта банда? Ага. Банда действует скрытно. То есть напали в этом парке? Напали в этом. Но они работают не только в этом парке. Они работают еще около моего подъезда. Ага. Возле Сабьеса, гады такие. И главное, я хочу ночью скрыть на утешине. Они на вас напали, избили и ограбили. Ни то и ни другое. Нет. Они испортили мое имущество. Гады. А как, как они испортили? Как? Они окрасили вот эту лавочку, а предупредительной надписи не оставили. О, о, смотрите. Посмотрите, что получилось. О, о. Дедушка. А что же вы нас не предупредили-то, а? А это чтобы у вас мальшивация была лучше. А чтобы словить их вам захотелось сильнее. Дедушка, знаешь, что ты после этого? Знаю, знаю, знаю. Сознательный гражданин. А, гады. Довери страну. Довери Сталина на вас. Дай протокол. Тобака. Девушка, распитие спиртных напитков в общественном месте запрещено. Я вам сейчас выпишу штраф. Ой, выписывайте, мне уже все равно. Так что объясните, что у вас случилось? Парень меня бросил. О, если бы я каждый раз по этому поводу напивалась, я бы уже давно спилась. Так самое обидное, что он меня бросил по СМС. Но это не повод, чтобы нарушать закон. Ой, идите вы со своим... коном. Ты глянь, какое совпадение. Думаешь? Все мужики козлы. Козлы. Это, прикинь, точно так же, как и тебя бросил по СМС. Ну не козел. Вот я говорю, все мужики козлы. О. Еще один. Так, женщины, что случилось? Почему нарушаем общественный порядок? Тебе не понять. Да. Нет, ну ладно это. Ну ты-то представитель органов правопорядка. Что? Девчонки, а есть там коньяк еще у вас? Что? Девушка по СМС-ке бросила? Нет. Она беременна. Не уследил за своими органами правопорядка? Можете еще. У меня же зарплата маленькая. А? А жить мы где будем? А у нее еще и кошка, и собака. И вообще-то мамина квартира. Эх, друзья, по несчастью. Так, а что мы делать будем? А поехали к тебе. Нет, ко мне нельзя. У меня кошка беременная. Теща злая. И вообще это собакина квартира. Ха, малыши, поехали в караул. Вот я. Точно, точно, точно. Не-не-не, я за руль не сяду. Я выпил. Жека, мы же полицейские. Кто нас остановит? Точно. Вот дай я тебя поцелую. На троих. Арестовываем его. Ну, он не подходит под описание. А я говорю, берем. Ты уверена? Да, он вор. Что он украл? Лучшие годы жизни. У кого? Ой, какая разница, у хорошего человека. Все, берем. А ну, стоять. Стоять. А ну, стоять. Гад. У тебя есть право не ходить налево. У тебя есть право позвонить моей маме и извиниться за сделанные нервы. У тебя есть право бросить свою рыжую лохудру. Скажите, у меня есть право на один телефонный звонок? Да. Что, будешь своей рыжей дуре звонить, да? Да, да. Буду рыжей дуре звонить. Что? Алло. Алло, Вика, ну мы же с тобой договорились. Между нами все кончено. Хватит меня преследовать. Я тебя прошу. Вика, тогда я твой бывший, что ли? А ну, пошли. Так, нет. Он украл очень много вещей и драгоценностей. Я ей говорю, Вика, пожалуйста, забери свои вещи из моей квартиры. Я понял, молодой человек. Извините, отдыхайте. Нет, нужно его в машину до выяснения личности. Вика, ну что за цирк? Какая я вам Вика? Надо выяснить, может, он бандит. По вазе пробить. Ладно, хорошо. Молодой человек, давайте пройдем в машину, составим протокол, и я вас отпущу. Так, ты стоишь здесь, а ты за мной. За мной, я сказала. Ай. Хорошо. Ну что, дал показания? Еще бы не дал. Он что, сопротивлялся, что ли? Так, вначале чуть-чуть, но теперь у нас все хорошо. Мы снова вместе. И завтра он мне позвонит. А если не позвонит? А если не позвонит, то мы пойдем к нему домой. И там я снова возьму у него указания. Ой, Вика, Вика, ну идем дальше по-труге. Хорошо, Вика. Это что, он? Судя по ориентировке, он. Ах, какой красивый. Господи, он просто идеальный мужчина. Вернее, преступник. Слушай, а давай я его арестую. Так, знаешь что, будет, наверное, лучше, если я его арестую. Почему это лучше? Ну, потому что любому мужчине будет приятнее, если на него наручники наденет такая высокая, шикарная, длинноногая блондинка. Очень жаль, что среди нас нет шикарной, длинноногой блондинки. Поэтому арестую его я. Тогда что? Давай он сам решит, кто из нас его арестует. Окей. Окей. Здравствуйте. Здрасте. А, вы только не переживайте, мы знаем, что вы мошенник. Да, я все ваши дела знаю наизусть, могу рассказать. Прям как сериал. Вы знаете, дело в том, что у нас с коллегой возник небольшой спор, так вы знаете, женский. А, скажите, пожалуйста, кого бы вы из нас предпочли, чтобы вас арестовали? Меня или эту? Эта или меня? А я, между прочим, могу надеть так наручники, что у вас не будет болеть кисть. А я могу вообще наручники не одевать. Мы можем просто сесть в машинку и поехать в участок. Вы даже будете за рулем. А перед участком мы можем с вами заехать в ресторан, поужинать, поесть всяких деликатесов. Ну, мало ли, какое будет решение суда. Да. Вы меня, наверное, извините, но вы меня с кем-то перепутали. К тому же вы обе не в моем вкусе. Он рожа спал! Я дура, я пристрелить могу, понял? Это беспредел, вы с ума посходили, что ли? Вот дурак. А могли бы просто романтично поехать вместе со мной на машинке в участок. Да, а как бы мы с ним прекрасно провели время в ресторане. Так нет же. Я говорю, во вкусе. Вот дурак, дурак. Чего лежи? Давай, вставай. Ну, без денег отлежишься, понял? Дурак! Кабан, ты че такой грустный? Че, по тюрьме соскучился, а? Дурак шо я. Эти новые менты – козлы. Типа, ты мне Африку открыл. Менты – козлы по жизни, а новые или старые – это по барабану. Не, ну те старые козлы, конечно, конкретные были, но эти новые – намного козлее. Слушай, Кабан, ты причитаешь хуже моей мамаши. Растолкунь нормально, в чем дело? Ну вот ты мне скажи, сколько бы лет ты мне дал? Я че тебе, прокурор, шо ли? Ты дурак, шо ли? Выгляжу я, насколько. Ну вот, посмотри, внимательно. Ну, так сорокет с натяжкой. Ну сорокет. А посмотри, что они в Маляве пишут. Гражданин лет пятидесяти. Каких нахрен пятидесяти? Мне еще тридцати пяти нету. Да ладно, Кабан, ты че, тёлка из-за возраста расстраиваться? Такая тёлка. Я тебе говорю, менты новые, козлы. Ты читай вверху. А че, разыскивается неизвестный, ограбивший банки, че? Неизвестный? Какой я нахрен неизвестный? Меня тут с детства каждая собака знает. Вот раньше менты были с уважением, с понятиями. Разыскивается всем известный Кабанов Макар Юрьевич, 83-го года рождения. По кличке Кабан. А сейчас неизвестный лет пятидесяти. Козлы. Да ладно, Кабан, че ты, дай им время притереться, пообщаться, познакомиться. Да еще и фотку неудачную выбрали. Ну посмотри, ну где он, где я? Неизвестный с неудачной фоткой. А, тут еще написано, плотного телосложения. Козлы я в санаторе, козлы. Конечно, козлы. Я похудел, между прочим, на 1,5 кг. Да ладно, Кабан, не расстраивайся, я сейчас что-то придумаю. Придумаем. Эй, ментеныш, иди сюда. Пиши, короче, Кабанов Макар Юрьевич, 83-го года рождения. 1983-го, че ты пишешь? Да цифрами пиши, ты че, прикалываешься? По прозвищу Кабан. По кличке. А, в натуре, зачеркни прозвище, пиши, кличка Кабан. Неоднократно осужденный по статье «Разбой», нападение на милиционеров. Че еще? Стройного телосложения. Да, в натуре, пиши, самый красивый Кабан на районе. Не, ну не самый красивый. Да самый, не скромничай, самый-самый, пиши, самый красивый Кабан на районе. В данный момент разыскивается за вооруженное ограбление банка. Че ты, че ты? А, точно, в натуре, красава. Держи, пиши, в данный момент вооруженный очень опасный, очень. Че ты хотел добавить, Кабан? А, я это, да. Мама! Да стой ты, блин. Да я ж сдаться хотел. Но не козлы, а? В натуре Кабан, эти новые еще козлее. Никакого уважения к авторитетам. Вот козлы еще на предохранитель не ставят. Стоять! Я говорю, стоять! Все, ты никуда не уйдешь. А вы неплохо бегаете? Я еще хорошо стреляю. Я учту. Так, воруем, значит, да? Ну, почему сразу воруем? Ой, Витона, го! Мне сказали, что это самая лучшая модель. Так, а ну молчать! Что тут у нас? Духи, последние модели. Ага. Помада. Блин, мой любимый цвет. Так. Что еще, тушь? Все самое лучшее, я консультировался. Так, а ну молчи! А это что такое? Это что? Два билета на концерт. Вы любите группу, Тик? Так, я не понимаю, почему все новое? Духи даже не распечатаны. Потому что это подарок. Кому? Вам. Вы мне просто очень нравитесь. Давно. А я все, знаете, как-то не решался к вам подойти. Ну, как бы... Напарник, быстро прячься! Прячься! Ай! Вика, где он? Где преступник? Побежала туда, ногу подвернула. Ай, я сам! Ага. Ты еще здесь? Мне просто друг посоветовал. Говорит, купи сумку, пробегись рядом с ней. Ну, типа ты вор. Она сразу за тобой побежит, догонит. И так мы познакомимся. А если тебя не я, а мой напарник поймал бы. Да нет, он сказал, что с такой сумкой тебя только женщина догонит. Ой, даже не знаю, что с тобой делать. Ну что, отпустить? Мне еще переодеться надо. Концерты сегодня. А, ну беги. Переодевайся. Стоять. Ага занялась в сопротивление работнику полиции. Воровство. Лет на десять ты уже заработал. Как я это... Веред! Никакой личной жизни. А подарки не о дарке. На краях. Субтитры сделал DimaTorzok